Факт и спорт Сочи снова в центре внимания. Именно наш город назван хозяином первых всемирных пляжных игр. Разберемся в самых экзотических видах спорта этих соревнований. И вообще покажем необычные спортивные дисциплины. Что такое, например, слэг-лайн и что сложного, например, в футбольном фристайле. Вспомним карьеру Александра Плошника, юбилей легенды кубанского футбола. Отметим и о его жизни, конечно же, расскажем. Ну, начинаем, конечно же, с главной новости этой недели. Не совсем она может быть и спортивная, но нас, спортивную дирекцию, любителей спорта, конечно же, коснулась. Александр Ткачев назначен министром сельского хозяйства России. Всем известно, что уже экс-губернатор, еще был и президентом футбольной Кубани. И что теперь будет с клубом? Ну, на этот вопрос ответил генеральный директор «Желто-зеленых» Евгений Муравьев. Вот его слова, я процитирую. Будет общее собрание акционеров клуба. Нужно еще как минимум месяц-полтора, пока процедурно пройдет общее собрание, а потом утвердить новую кандидатуру. Нужно думать пока о том, что Александр Николаевич какое-то время останется президентом и будет поддерживать нас, несмотря на то, что будет работать уже в Москве. Постоянно он, конечно, совмещать посты не сможет, но определенный переходный период в любом случае будет. Думаю, что какой-то период он все-таки останется президентом. Конец цитаты. Ну, вообще, президентом футбольной Кубани Ткачев стал в 2001 году, в год, когда «Желто-зеленые» вышли из 2-го дивизиона в 1-й. За 14 лет много, конечно, исторического в жизни клуба случилось. Это и прозвище «Команда Алифт», и «Премьер-лига», и, конечно же, «Еврокубки». Да, и мы решили подробно разобрать, каким клуб стал при Александре Ткачеве. Маша уже сказала, что в 2001-м «Желто-зеленые» вышли из 2-го дивизиона в 1-ю. Что было дальше? Страницы истории пролистал наш корреспондент Асланбек Бадаев. Давайте посмотрим его большой и красивый материал. Вряд ли кто-то поспорит. Перестановки 2001-го – это переломный момент в жизни Кубани. Они бесспорно принесли положительный результат, но не сразу. В предсезонную подготовку к своему дебюту в 1-м дивизионе «Желто-зеленые» прошли с одним тренером Александром Ирхиным, а начали чемпионат 2001-го с другим Олегом Долматовым. Перед ним была четкая задача вывести команду в премьер-лигу. Приняли эту кандидатуру, конечно, с воодушевлением. Такой именитый тренер и пришел в Кубань. Все были очень рады. Тем более, вместе с таким тренером пришли и очень известные игроки на тот момент. Это Олег Терехин и Ансара Юбов. Специалист тогда был на хорошем счету, завоевал вместе с московским ЦСКА серебряные медали чемпионата России. К наградам он привел и краснодарцев, и к бронзовым. Но для выхода в высший дивизион этого оказалось недостаточно. Хоть команда и претендовала на повышение в классе до последних туров. С одной стороны, третье место было довольно неплохим результатом. С другой стороны, задача стояла выхода, примерно, поэтому амбиции, но все-таки хотелось выйти. И для этого, в принципе, у нас и состав был подобран, и игра довольно неплохая была поставлена, потому что тренер был очень грамотный, Долматов. Поэтому такое двоякое впечатление сезона старта. Сезон 2002 для Кубани не задался с самого начала. Серия неудачных игр на старте, увольнение Долматова, назначение Вячеслава Комарова. Но и он не продержался до конца чемпионата. Третьим наставником желто-зеленых стал Владимир Логойда. Легендарный игрок Кубани в 80-х в итоге привел команду к четвертому месту в первом дивизионе. Второй год, наверное, он такой был. Больше обкатка, наверное, можно так назвать. Хоть он и успешным был, и для меня, и для команды, но мы задачу не решили. В итоге результат пришел в 2003-м. Кубань выдала блестящий старт после первого круга, уверенно занимала первое место. Руководство решило подкорректировать задачу на сезон, наконец выйти в Премьер-лигу. И футболисты ее выполнили хоть и не с первого места, но желто-зеленые получили повышение в классе. Сезон 2003-го года, он как бы был в череде предыдущих сезонов, когда уже перед этим команда, скажем так, нацеливалась или примерилась в постановке этой задачи. А то, что по итогам ее удалось решить, в целом, это, мне кажется, единый настрой, причем самый откровенный, самый такой неистовый настрой решить эту задачу. Однако двухлетнее ожидание от выхода в Премьер-лигу было омрачено провальным сезоном. Желто-зеленые оказались не готовы к конкуренции среди команд высшего дивизиона. Заняв 15-е место, краснодарцы покинули элиту российского футбола. Единственным светлым пятном в том году стала домашняя победа над будущим чемпионом московским локомотивом 2-1. Обвинять там кого-то конкретно я бы не стал бы, наверное, много было негатива с разных сторон. Поэтому новый коллектив, новый тренер, все-таки новая лига, где не так все просто дается. С следующего выхода в Премьер-лигу болельщикам Кубани пришлось ждать два года. Первый сезон после вылета команда завершила на пятом месте в первом дивизионе. И к ответу призвали первого в клубной истории иностранного наставника Йозефа Хаванеца. Словак был уволен. Его сменил Павел Яковенко. Он в итоге оказался более удачлив под руководством украинского специалиста. Желто-зеленые завоевали серебряные медали чемпионата 2006 и получили повышение в классе. Однако дороги Кубани и Павла Яковенко разошлись довольно быстро. За пять стартовых игр в сезоне 2007 команда не смогла одержать ни одной победы. И специалист покинул клуб. Но лучше от этого не стало. До конца чемпионата клуб захлестнула чехарда тренерских перестановок. Краснодарцев по ходу чемпионата дважды возглавлял Леонид Назаренко. В третий раз в своей карьере Сафирби Яшугов. Но от вылета эти тренеры желто-зеленых не спасли. 15 место и снова первый дивизион. В следующем 2008 году перестановки на тренерском мостике Кубани продолжились. За сезон в команде сменилось четыре наставника. Тарханов, Павлов, Голстян и Протасов. Но желто-зеленые сумели завоевать второе место и снова вернуться в премьер-лигу. Только в Краснодарцев уже никто не верил. И болельщики шутливо стали называть Кубань команда лифт. Мы попали в ситуации адаптации, приобретение опыта, необходимых навыков, как в клубной стратегии, клубного менеджмента, так и в кадровой политике непосредственно футбольной команды. Потому что на этот опыт он может быть за исключением футболистов, которые играли в команде, которые были превышены. В целом, как и у клуба, у команды не было. В сезоне 2009-го краснодарцы свое обидное прозвище подтвердили. Они снова не смогли закрепиться в элите российского футбола, заняв 15-е место. Единственными приятными моментами в том сезоне стали победы над флагманами российского футбола «Спартаком» и «ЦСКА». Но за все разочарования в предыдущие годы и за терпение болельщики Кубани все-таки были вознаграждены. В следующие три сезона команда шла исключительно вверх. И главная заслуга в этом успехе румынского специалиста Дана Петреску. Сначала он впервые в истории привел команду в победе в первом дивизионе. Было это в сезоне 2010. Потом сумел сохранить прописку желто-зеленым в премьер-леге. И не просто сохранить, а финишировать в первой восьмерке. В следующем сезоне Петреску пошел на повышение московская «Динамо». А команда все так же продолжила прогрессировать. Сначала под руководством известного российского специалиста Юрия Красножана, пути с которым, правда, в зимнее межсезонье разошлись. А потом с нынешним наставником желто-зеленых Леонидом Кучуком. С ним команда заняла пятое место по итогам сезона 2012-2013. И впервые в своей истории завоевала путевку в Лигу Европы. Но начала Кубань свой еврокубковый путь уже с другим тренером. Кучук ушел в столичный локомотив. Краснодарцев возглавил Даринел Мунтиано. Однако при нем результаты команды оказались не такими радужными. Невзрачная игра в чемпионате Лиги Европы. Исправлять ситуацию пришлось Виктору Гончаренко. Он со своей работой отчасти справился. До последнего боролся за выход из группы в Лиге Европы. А в чемпионате завершил сезон на восьмом месте. В руководстве понимали, что белорусскому тренеру не хватило времени для исправления ситуации выхода в Еврокубке. Ему дали второй шанс, которым он вроде и воспользовался. Кубань при нем была в лидерах, шла на пятом месте. Только вот качество игры руководство клуба не устроило. И по ходу сезона 2014-2015 Гончаренко сменил Кучук. Он сейчас и возглавляет Кубань. Команда идет на восьмом месте в чемпионате. А в кубке впервые в своей истории играет в полуфинале. Соперник чемпион России Московский ЦСКА. Асламбек Бадаев, Сергей Целиков, Кубань-24, Краснодар. Ну еще несколько слов о президенте команды. Мы, конечно, желаем успехов на новом посту Александру Николаевичу. Только процветания. Такого же процветания, как при Ткачеве, желаем желто-зеленым. А еще вот лично мне, человек, который на Кубань приехал из другого региона, есть с чем, есть что сравнивать. Такого роста во всем. В профессиональном спорте, в любительском. Нет нигде больше игровые виды спорта, в которых практически все наши команды борются за победы в кубках, чемпионатах. Индивидуальные виды спорта, зимние игры, их наследие. 14 лет назад вряд ли кто-то предполагал, что вот, например, у нас будет большой хоккей, что мы будем десятками, извините за выражение, поставлять спортсменов в олимпийские сборные. Те же футбольные успехи налицо. Есть международные победы в баскетболе, в волейболе. Перечислять, в общем, можно долго. Наверное, не буду. И так, мне кажется, очевидно. Выговорился, да? Да. Хорошо, ну а мы все-таки возвращаемся к футболу. Кубани, которая в пятницу провела очередной матч чемпионата России. В гостях желто-зеленые сразились с Уфой. Ну, кстати, матч прошел в Перми. Поле башкирского стадиона до сих пор не готова принимать встречи премьер-лиги. В общем, о номинально хозяйской для Уфы игре. Смотрим репортаж. К матчу команды подходили в неплохом настроении. Обе в предыдущем туре показали качественный футбол. Краснодарцы, например, отобрали очки у «Зенита». Уфа и вовсе обыграла московский «Локомотив». Этим же составом. А вот желто-зеленые на этот раз стартовым протоколом удивили. Сразу семь человек основы остались на скамейке. В первом тайме резервисты, мягко говоря, надежд не оправдали. На 25-й минуте гости пропустили. Гол забил Денис Тумасян. И даже двукратное преимущество по владению мячом краснодарская команда не смогла воплотить в забитый мяч. О каких голах можно вести речь, если за первые 45 минут Кубань не нанесла ни одного удара в створ ворот соперника. В перерыве поговорили, сказал, ребят, нужно продолжать играть, иначе будет очень тяжело. Начали опять неплохо, и, возможно, конечно, у всех настроение покупал, но на данный должный Кубань, что у них есть исполнители, когда уходят, бьют по девятку, выручать их очень сложно. В самом начале второго тайма Уфа могла увеличить преимущество, но Харис Ханджиш с пенальти послал мяч выше ворот. Зато забили гости. Владислав Игнатьев на 61-й минуте вышел на поле и сразу же отличился. Первый гол Кубани, согласитесь, получился на заглядение. Второй еще лучше. Ибраима Бальдес 20 метров отправил мяч в девятку ворот Юрченко и 2-1 в пользу Южан. Могло быть и больше, но со штрафным Эвелина Попова к голкиперу Фы справился. Случился эпизод на 80-й минуте встречи, а вот оставшееся время наверняка еще долго будут помнить поклонники краснодарской команды. 89-я минута, 11-метровый в пользу хозяев. На сей раз к точке подходит Марсиньо и сравнивает счет. Беда, как говорится, одна не приходит. И на 93-й минуте после подачи углового фатальный для Кубани гол головой забил Павел Аликин. 2-3 очередная неудача. За счет стандартных положений здесь соперник в принципе создал вот это преимущество, которое у него сложилось. Ну и реализовал из четырех, три стандартных положения. Следующую игру чемпионата Кубань проведет в Краснодаре. 3-го мая желто-зеленые сразятся с московским Динамо. Но, конечно, важнее встреча, которая пройдет в рамках Кубка. Именно подготовкой к игре ЦСКА можно объяснить такой состав команды. Армейцев однозначно будут пытаться победить другие футболисты. Продолжаем о футболе. О Кубани понятно, что встреча с Уфой мало что значит. В чемпионате вряд ли Кубань за что-то в этом сезоне поборется. Но зато есть надежда на другой турнир Кубок страны. Полуфинальный матч уже в среду. В гостях у нас московский ЦСКА. Продажа билетов стартовала на этой неделе. Гости армейцы, можно сказать, на Кубке собаку съели. Они трофеем, если брать в расчет советские времена, владели аж 12 раз. Желто-зеленые в одну-вторую. Вышли впервые в своей истории. Но надеемся, конечно, что следующую страницу финальную тоже откроем. Среда. Стадион Кубань. 19.30. Один из главных матчей в году. Билеты, еще раз напомню, уже в продаже. Приходите. Ну вот, как пройти футбольный клуб ЦСКА? Достаточно серьезный соперник. Один из сильнейших, конечно же, клубов России. Что нужно сделать Кубани для того, чтобы на равных, ну, во-первых, биться с армейцами, чтобы их обыграть? Эксперты нашей программы сейчас выскажут свою точку зрения. Они, кстати, уже мы их видели в сюжете о футбольном клубе. Но тогда они вспоминали прошлое. Теперь поговорят о будущем. Давайте посмотрим, послушаем. Для Кубани это шанс завоевать трофей, престижный трофей в нашем футболе. Я думаю, на, может быть, эмоциональном фоне, на фоне того, что показать все свои возможности, у Кубани есть шансы обыграть ЦСКА. ЦСКА сейчас борется за Лигу чемпионов, за вторую строчку турнирной таблицы. Возможно, все силы будут брошены туда. Поэтому у Кубани, я думаю, неплохой шанс. Кубковые игры, они, в общем-то, значительно отличаются по ситуации сиюминутности, одномоментности от игр чемпионата, когда есть возможность что-то исправить, где-то догнать и так далее. Это ситуация одного поединка. И насколько команды, в том числе тренеры, выберут подход, настрой, думаю, что здесь шансы равны абсолютно. А то, что мы играем дома, и я просто уверен в поддержке нашей публики, болельщиков, ну, все-таки небольшое предпочтение даю Кубани. Сейчас у ЦСКА не лучшие времена, поэтому говорить о том, что с ними будет невозможно, я бы не стал бы. Все-таки команды равные, наверное, на данный момент, мне кажется. Равные по силе, может быть, по имени, наверное, немножко ЦСКА превосходят. Болельщики, сумасшедший настрой, все-таки есть куда стремиться, в таких финал, не за горами. Поэтому, я думаю, за счет сумасшедшего желания и за счет, наверное, качества игры, которая у нас все-таки существует, ну, я бы сказал, что равные шансы абсолютно. Я думаю, нет непроходимых команд. На примере Краснодара мы это могли убедиться, что Краснодар сыграл в ничью с ЦСКА, и как бы, я не вижу, сейчас ЦСКА находится не в том состоянии, хотя команды полициированные, очень много хороших футболистов, но нет непроходимых команд. Все зависит только от Кубани, от их настроя, от их желания. И я думаю, что, и надеюсь на это, что Кубань пройдет ЦСКА. Более подробно о предстоящем матче с ЦСКА мы поговорим в понедельник. В программе «Трое в гетрах, не считая собаки» стартуем, как обычно, в 20.45. Обсудим, само собой, не только дела желто-зеленых. Поговорим, конечно, о Краснодаре, который в 25-м туре российской футбольной премьер-лиги сражается с Локомотивом. Ну и сегодня к футболу мы еще обязательно вернемся, даю слово. Во второй части нашей программы у нас будет огромный материал о главном юбиляре этой недели. 60 лет исполнилось Александру Плошнику, лучшему в истории края футболистов. Но я повторю машинные слова, все это будет во втором блоке спортивных итогов. Первый же блок продолжит, предлагаю новостями из Сочи. Поводов очень много. Ну, во-первых, там завершился главный мировой спортивный форум, называется он «Спорт-аккорд». Ну, во-вторых, именно там, в Сочи, прошла полуфинальная встреча Теннисного Кубка Федерации. Женская сборная России на кортах Адлера-арены сразилась с Германией. Сначала Светлана Кузнецова и Анастасия Павлюченкова взяли верх в одиночных встречах. Это позволило вырваться вперед. Однако в следующих двух поединках эти же теннисистки уступили Андреа Петкович и Анжелике Кербер. То есть немки счет сравняли в серии. В общем, все решилось в парной игре. В ней Анастасия Павлюченкова и сочинская спортсменка Елена Веснина одержали уверенную решающую победу над немецким дуэтом Лисицкий и Петкович. 6-2-6-3. На церемонии награждения Веснина, местная спортсменка, к слову, получила почетную награду. Медаль за выдающийся вклад в развитие Кубани. Это высшая награда в крае и достоинство ценен. Тот успех, который она уже имеет, прославляя Кубань, страну нашу на международной арене сегодня, наверное. Мне кажется, это очень здорово, что в Сочи, в Краснодарском крае победой в полуфинале сборной команды России на чемпионате мира, это официальный чемпионат мира, Лена внесла такой существенный вклад. И благодаря этой победе сборная России вышла в финал Кубка Федерации, где 14 и 15 ноября этого года предстоит нашей команде сразиться с Чехией. Ну а на международном форуме «Спорт-Аккорд» было принято немало важных решений, об одном из которых хочется поговорить очень подробно. Первые всемирные пляжные игры в 2019 году пройдут в Сочи. Скорее всего, программа соревнований будет состоять из 26 видов спорта, но все их вы должны ввести, да, у нас на плазме. В общем, игр, спортов, да, много, перечислять все не будут. Предполагается, что это будет 13 пляжных дисциплин, 3 гибридных, ну, проще говоря, биатлон, триатлон, пятиборье и прочее, ну и 10 водных видов спорта. Список, согласитесь, огромный. Действительно, многие названия нам хорошо знакомы, но есть и такие, о которых мы вообще мало что знаем. Чем были вот здесь вот на этой плазме такое название шары, фризби. Я думаю, что нужно поподробнее разобраться вот в этом вопросе, что это такое и как вот в таких соревнованиях люди, извините за выражение, соревнуются. Ну, на эти твои вопросы, Костя, у нас, конечно же, есть ответы. Владимир Черкашин разобрался в некоторых неизвестных нам дисциплинах пляжных игр. Ну, давайте познакомимся поближе с ним. Не все, наверное, согласятся, но самая красивая дисциплина пляжных игр – чирлидинг. Если вы думаете, что это всего лишь танцы групп поддержки во время различных матчей, то ошибаетесь. Это самостоятельный вид спорта. По нему проводятся также чемпионаты мира и Европы. Для того, чтобы выступать на таком высоком уровне, недостаточно просто уметь танцевать или просто иметь гимнастические навыки. Нужно быть подкованным во всем, двигаться в такс, пластично, синхронно. Есть несколько дисциплин чирлидинга. Это чир – построение пирамид и танцевальное перестроение под кричалки. Чир-данс – спортивные танцы с элементами гимнастики. И чир-микс – соревнования смешанных команд. Лидеры мировых рейтингов в чирлидинге – американцы, новозеландцы и японцы. А вот в следующем необычном виде пляжных игр лучше на данный момент французы. Неудивительно, именно они шары, ну или питанг и придумали. Соревнуются две команды. Игроки по очереди бросают металлические шары. Задача – как можно ближе положить снаряд к деревянному кашанету. Если при этом отодвинут или выбит шар с соперника, ничего страшного, это даже лучше. В общем, похож питанг на керлинг. Однако здесь скользить нельзя, да и негде. А ноги спортсменов не должны отрываться от поверхности площадки. Можно перемещаться по площадке, ну или по стадиону в фрисби. Это если иметь в виду самую популярную его дисциплину – алтимат. Цель – доставить снаряд до игрока своей команды. И с специальной формы может летать очень далеко. Но противники, как правило, очень ловкие. Кроме алтимата существует масса разновидностей в фрисби. Например, док-фрисби, когда в игре участвуют собаки. Есть гольф, когда тарелку нужно забросить в корзину и так далее. Что именно мы увидим в Сочи, пока не ясно. Нет точной программы и в соревнованиях спасателей. Это самый что ни на есть пляжный вид спорта. Здесь также масса дисциплин. Есть забеги на песке, состязания на серф-доске или каяке. Спасение утопающих, в роли которых, конечно же, манекены. Также спасатели плавают в ластах на время, проводят различные эстафеты. В общем, зрелище яркое. Не менее красивые соревнования аквабайкеров. Наверное, не так увлекательна спортивная рыбалка. Непонятно пока пляжная борьба. В общем, в Сочи в 2019-м мы точно увидим массу нового и точно не пожалеем. Владимир Черкашин, Кубань-24. Не в последний раз мы сегодня сталкиваемся с необычными для нас видами спорта. Сегодня к ним мы не раз еще вернемся. Расскажем, например, о футбольном фристайле или познакомим вас с такой дисциплиной, которая называется слэк-лайн. Я вот уверен, многие даже не знают, что это за штука такая. Ну, конечно, не забудем об итогах недели. Подводить их продолжим сразу после рекламы. Встретимся через пару минут. Оставайтесь с нами. На телеканале Кубань-24 Константин Перминов и Мария Фалькова продолжают вместе с вами подводить итоги уходящей спортивной недели. И второй блок нашей программы мы обещаем с обещанных, не очень популярных видов спорта. И следующий я бы, наверное, назвал, ну не знаю, хождение, может быть, по мукам даже. Кость, ну ты уж извини, ты уж не толстой. Да и не толстый. Да, вид спорта, о котором пойдет речь, имеет другое название. Хождение по стропе или слэк-лайн называется? Слэк-лайн, да. Да, Марии сложно произносить такие слова, потому что она девушка. Смысл просто. Между деревьями натягивается специальная веревочка, вот эта самая стропа, по ней движутся люди. И выполняют различные трюки, очень интересные. В общем, смысл действительно очень просто. Вот двигаться, уверен, не так-то уж и просто. Но наш корреспондент Владимир Черкашин, если я все правильно понял, попытался это сделать, попытался на стропе постоять, что у него получилось и вообще, что такое слэк-лайн, давайте сейчас посмотрим и узнаем. Когда на улице весна и тепло настолько, что можно ходить в шортах и кроссовках, хочется заняться чем-то необычным, спортивным, новым. Итак, знакомьтесь, слэк-лайн. Итак, слэк-лайн дословно это прогибающаяся линия. В жизни это хождение по натянутой стропе или ленте. Зародилось такое стропохождение в начале 80-х годов прошлого века. Ходить по ограждающим парковку цепям начали в Калифорнии. Затем на смену цепям пришли стропы. Внешне слэк-лайн очень похож на канатоходство, но по сравнению с тяжелым канатом, стропа здесь очень легкая. А самое важное отличие это упругость ленты, что и позволяет выполнять трюки. Все, что нужно для занятий слэк-лайном, два дерева, обувь с плоской подошвой и желание развить свое тело. Я учусь концентрироваться, развиваю свое терпение, просто расслабляюсь. Например, если ходить по короткой стропе, то можно поделать какие-нибудь трюки, удивить толку и так далее, просто поприкалываться. Ходьба по длинным стропам, она, как правило, требует большего, больше концентрации, больше своеточенности. Собственно, вот эти навыки развивать мне кайф. Леонид Малошенко занимается многими экстремальными видами спорта. Попробовать себя в слэк-лайне решил в 2012-м. И до этого года, можно сказать, вообще в одиночку осваивал стропу. Сейчас компания появилась. К Лёне присоединился Михаил Козлов. Он месяц назад переехал в Краснодар из Донецка. В общем, улыбаются ребята, их сообщество медленно, но растет. Для меня это, как бы, даже не развлечение, для меня это больше образ жизни. Как бы, вышло из моего образа жизни активного, и в него вписывается. И я не думаю, что я когда-то брошу слэк-лайн. Ну, разве что найду что-то альтернативное, что меня захватит еще больше, и что потребует большего времени. Если в экстремальных видах спорта ты можешь позволить себе, там, войти в раж, не знаю, попрыгать, там, от души, там, не знаю, побезуметь как-то, то на слэк-лайне развивается очень концентрация. На злости подойти и сделать какие-то серьезные трюки, если ты полностью не собран, не сфокусирован. Существует несколько дисциплин слэк-лайна. Трик-лайн, когда стропа размещается на небольшой высоте над землей, это позволяет избежать травм при неудачных падениях. Ботер-лайн, это слэк-лайн над поверхностью воды. Продей у стропа практически не натягивается, и провис может превышать рост человека. И, наконец, самый зрелищный вид – хай-лайн. Слэк-лайнеры показывают свои трюки высоко над землей. Мировой рекорд в Хай-лайне был установлен совсем недавно. В декабре прошлого года немецкий экстремал Александр Шульц прошел по ленте 375 метров на 100-метровой высоте. Для начала может показаться, что это совсем нереально. Если человек встанет и попробует устоять, он скажет, ребята, как вы все это делаете? Но после пары часов, опять же, зависит от упорства человека, от его решимости, он может спокойно научиться ходить, держать баланс. Для меня это не спорт. Если человек захочет найти в нем спорт, увидеть в нем спорт, это и есть такая возможность, потому что проводятся международные чемпионаты в разных дисциплинах. А слэк-лайн – очень многогранный вид спорта, если рассматривать его как спорт. Заниматься слэк-лайном можно практически в любом возрасте, с любой комплекцией. А для того, чтобы занятия приносили пользу, достаточно подобрать собственную нагрузку. Для этого всего лишь нужно натянуть стропу на удобную высоту и в путь. Как видите, без своего помощника я не могу пройти и двух шагов. Но буквально два дня тренировок, и я научусь здесь стоять. Владимир Черкашин, Николай Сезонин, Кубань-24, Краснодар. Что ж, переходим к более традиционным для нас видам спорта. О гребле на байдарках и каной предлагаю далее поговорить. Повод приятный. Краснодарцы Виктор Милантьев и Олег Жестков, а также Павел Петров из станицы Брюховецкой начали подготовку к чемпионату Европы по гребле на байдарках и каной. Спортсмены завоевали право представлять Россию на турнире Старого Света благодаря победам на Кубке России, который прошел в Краснодаре. По итогам заездов лучше всех из троицы выступил Жестков. На его счету три золота. Недалеко отстал и Милантьев. У него два золота и два серебра. А вот континентальное первенство состоится с 1 по 3 мая в Чехии. И как раз об одном из тех, кто на первенство Старого Света отправится. Мы материал подготовили. Это Павел Петров, канаист из станицы Брюховецкой. Предлагаю поближе с ним познакомиться. Итак, смотрим на Павла Петрова. Краснодарский край уже давно занимает ведущие позиции в российской гребле. Один из ярких представителей региона в этом виде спорта – канаист Павел Петров. В 2010-м он стал первым на чемпионате Европы в составе четырехместного экипажа на дистанции 1000 метров. В том же году завоевал бронзу на дистанции 500 метров в двойке. В 2014-м Петров стал третьим на чемпионате мира и Европы в одиночных гонках. Оба раза на дистанции 5 километров. Первые шаги к своим успехам Канаист сделал уже после того, как вместе с семьей переехал из Таджикистана в Брюховецкую. Кстати, сейчас Станица – один из центров грибного спорта не только края, но и страны. Петров считает, во многом это заслуга отца. Я думаю, это все благодаря трудоголизму моего отца и тренера Петрова Павла Александровича, который вот начиная с 96-го года, как мы перебрались на Кубань, всего себя там нещадно вкладывает. Выпускники Брюховецкой школы гребли на протяжении многих лет занимают лидирующие позиции в стране. Заслуженный мастер спорта Виктор Милантьев, серебряный призер Казанской универсиады Анастасия Лаврова, обладатель бронзы этого же турнира Владимир Федосеенко. Это далеко не весь список воспитанников Петрова-старшего. Мой папа, он так довольно строгий, вот, и конкретно ко мне, к сестре моей, к брату, все мы греблей занимались, занимаемся, вот, он относился, может быть, немного построже, вот, больше спрашивал, больше требовал, ну, как бы, чтобы мы были, возможно, примером для остальных ребят. Примером Петров для начинающих грибцов, несомненно, стал, во многом благодаря тому, что с самого детства неравнодушен к воде. Я люблю воду, я с ней даже, можно сказать, разговариваю, ищу там общий язык. Воду я люблю, с детства купаться, плавать, ну, и, собственно, возможно, потому у меня такие дружелюбные отношения с водой, и в таком водном виде спорта я добиваюсь успеха. Успехов каноист Петров вполне мог добиться и в байдарке, ведь начинал именно с нее. Но иногда тренер позволял им, байдарочникам, попробовать каноэ, а каноистам – байдарку. В какой-то момент Павел решил – ближе все-таки каноэ. Байдарочники и каноисты немножко любят друг друга там, да, подзуживать, подкалывать, где-то, где-то не очень добрым словом, может быть, но так это, конечно, все в шуточке. Вот, там есть какие-то прозвища, там, макрозады, там, можно пожестче чуть-чуть. Вот, нас называют, каноистов, кривобокими. Кстати, у каноиста есть необычное хобби – он коллекционирует шишки. Все началось с первой заграничной поездки Петрова в Болгарию. Любовь к природе, то есть вот она с самого детства, ну и вот как-то мне понравились шишки. То есть вот ее можно привезти, она будет храниться, с ней ничего не станет. Коллекционировать у Петрова получается и самые главные для спортсмена вещи – медали. Самую первую – бронзу спартакиады Кубани – он помнит до сих пор. Это был год где-то, наверное, 98-й, что ли. Вот, и было очень непросто, так как мы просто были вот такими шпендиками с братом, а все были такие уже взрослые, там, дядьки. Ну и где-то мы все-таки там бронзовую медальку ухватили и были очень счастливы. За очередную, уже международную награду, Павел Петров сможет побороться совсем скоро на чемпионате Европы в Чехии. Кубанский спортсмен будет там одним из фаворитов. Евгений Резник, Кубань-24. Удачи, конечно же, на чемпионате Европы мы Павлу желаем. Кривобокие, кривобокие называются они. Напомню, что кроме него майские праздники в Чехии проведут Виктор Милантьев и Олег Жестков. Ну и, само собой, тоже удачи и успехов. Ну и, без сомнения, мы желаем и нашему следующему герою на этой неделе. Юбилей отпраздновал Александр Плошник, свой человек для любого поклонника спорта в крае. Лучший бомбардир в истории кубанского футбола, легенда желто-зеленых. Можно сказать, что вернул Александра Васильевича на стадион, в раздевалку, на траву, на газон. Наш коллега Лев Коновалов и его материал о форварде, который наколотил за губань 158 голов. Сейчас посмотрим. Имя Александра Плошника сегодня известно далеко за пределами края. Для болельщика всей страны он стал настоящим символом Кубани 20 века. Той команды, которая сумела три сезона отыграть на самом высшем уровне отечественного футбола. Теперь уже немногие помнят, что пробиться в главную команду региона будущему легендарному бомбардиру было непросто. Ведь свои футбольные университеты он постигал вовсе не в краевом центре, а в крохотном колхозе СОП Героев Крымского района. Вот оттуда мои первые шаги. Вот там я в школе учился, там я в садик ходил, трястился, родился, все там. И начал футбол играть именно там. Ну, начал заниматься им очень и очень важно. Я буквально с пяти лет, я безустанно гонял этот мяч днем и ночью, вот. Благо, стадион находился за огородом моего дома, вот. Поэтому далеко не нужно было ходить. Вот оттуда и пошли мои первые шаги, где я играл потом за колхоз СОП Героев, затем за Крымский Урожай играл, вот. А затем уже он, отслужив в армии, пришел и меня позвали в родную доблестную Кубань, где я и провел свои 13 сезонов. За Красноарскую Кубань Плошник дебютировал в 76-м и на долгие годы стал для команды бессменным наконечником атаки. Всего в составе желтозеленых он провел 381 игру и записал на свой счет 158 мячей. Особо примечательен тот факт, что большинство из этих голов нападающий забил головой. Чтобы вспомнить, как это было, мы вместе с Александром Васильевичем, прихватив с собой футбольный мяч, отправляемся на главную спортивную арену края. Войдя в хозяйскую раздевалку, нашего героя охватывает настоящее буря воспоминаний, Конечно, обстановка здесь теперь совсем другая, зато дух остался прежним. По привычке, облачаясь в родную желтозеленую форму, Плошник вспоминает. В этой раздевалке переживали всякое. Бывали здесь истории и похлеще знаменитые бутсы, запущенные в Бекхэма Алексом Фергюсоном. Прерывы бывало такое, скажешь, кое-кому, который вот не добегает или не дорабатывает, из-за чего мы могли проигрывать или пропускать голыву, что становилось очень весело вот некоторым штатским. И они прибавляли. Если они не прибавляли, их моментально меняли, вот, находили им замену, и они долго не выходили в основном составе. Именно в Кубани Плошник быстро дорос до уровня игрока сборной. Приглашался в Олимпийскую, во вторую союзную команду, а также в сборную РСФСР. Наверняка сыграл бы Александр Васильевич и за главную команду страны. Если бы ответил согласен на переход в один из сильнейших столичных клубов. Ну, нападающий всякий раз проявлял редкий клубный патриотизм. Очень много было таких предложений, вот, в частности, там, московская торпеда, которая три года подряд меня так тянули туда, звали туда. Они меня жили дома, вот, они все делали для того, чтобы я уехал туда, вот. И не только московские клубы. Там были и харьковские медалисты, и не в Чебаку, вот. И другие клубы, премьер, высшие лиги тогда, это самое, вот. Ну, то, что я остался здесь, я не жалею, конечно, вот. К сожалению, покинуть родную команду Александру Васильевичу однажды все-таки пришлось. Новый тренер Кочетков заслуг бомбардира упорно не признавал, а потому Плошнику пришлось поиграть сперва за ростовские СКА, затем и за Спартак из Орджоникидзе. Лишь после, когда Кочетков покинул Кубань, оставив ее на грани настоящего бедствия, Плошник вместе с другими старожилами вернулся в родную команду и провел за нее еще несколько блестящих сезонов. Я знал, например, то, что у меня есть ворота, до них надо кратчайшим путем добежать, отвезти, обогнать, опередить и забить гол. Вот это я знал. Вот это была четкая установка тренера Колькова, в частности. Говорит, я знаю, что Плошник сегодня забьет один, а Плошник забивал два. Говорит, ничего себе, не допарился. Говорит, а если попарился лучше, можно было и три забить. В Кубани Александр Васильевич всегда был не только лидером, но еще и неизменной душой компании. А в чувстве юмора Плошника ходит не меньше легенд, чем о его галах. Я помню один момент, когда мы перед тренировкой поплыли с ним на Четуке, на рыбалку, ловить рыбу. Рыба не клевалась. Как раз уже надо было ехать на тренировку, и тут начали большие лещи клевать. Я говорю, Васильевич, пора уже нам с тобой на тренировку. Он говорит, какая тренировка? Такой клев пошел. Даже после завершения активной игровой карьеры, Плошник любимому делу жизни не изменил и по-прежнему остается в большом футболе. Александр Васильевич успел попробовать себя в тренерском деле, а также стал одним из главных двигателей ветеранского движения «Желто-зеленых». Даже сейчас, когда уже исполнилось 60, Плошник продолжает оставаться в крайне завидной физической форме. И выйдя на газон главной арены края по просьбе нашей программы, лишний раз доказал. Возраст возрастом, а бомбардирские навыки никуда не делись. Я рад, что я нахожусь на этом стадионе. Рад, что я снова в строю, хотя в ветеранском. Хочу пожелать команде Кубань победы. Вперед, Кубань! Увидели мы с вами, как Александр Плошник с мячом обращается. Неплохо, но герои нашего следующего сюжета делают это вообще, можно сказать, идеально. Мы продолжаем гнуть свою сегодняшнюю линию. Напомню, знакомить вас с самыми популярными, точнее, не популярными видами спорта. Действительно, не их конек, вот эта самая популярность. Зато вот зрелищность, они, ну, наверное, не уступают форум многим стандартным дисциплинам, наверное, дадут. Прямо сейчас, например, познакомим вас с футбольным фристайлом. На одном из городских турниров побывал наш корреспондент Михаил Самойлов. К счастью, сам не стал пытаться выполнять вот эти вот все футбольные трюки, потому что мы бы смотрели не очень зрелищный материал о том, как Миша пробует что-то сделать. В общем, он поснимал, как это делают другие люди, профессионалы. Материал подготовил, кто участвует в соревнованиях, кто, конечно же, выигрывает. Давайте посмотрим. Для того, чтобы научиться выполнять трюки с мячом, Аким Ковалев потратил 5 лет. В футбольный фристайл попал, как и многие ребята. Посмотрел видео в интернете, попробовал, понравилось. Вообще, именно благодаря интернету фристайл стал популярным. Первое видео появилось в начале века, сейчас роликов тысячи. Они и помогают разучивать новые элементы. Аким, например, доучился до серебра чемпионата Европы. И останавливаться не собирается, хотя многие его увлечения просто не понимают. Так, люди, когда тренируются, просто на улице, некоторые люди дают советы, как бы, лучше в футбол играть. Я, как бы, не за футбол, просто для себя тренируюсь. Мне это доставляет удовольствие. Аким победил здесь в прошлом году. На первое место рассчитывает в этом. Соревнования проводятся в формате один на один. То есть два участника показывают свое мастерство. Судьи определяют, у кого оно выше. Акиму в первом раунде досталась девушка Софья Брагина. Она с детства занимается классическим футболом, но и на подобных состязаниях выступает. Ну, участвую я уже во второй раз. Хочется еще больше научиться и быть не хуже мальчиком. Ну, пока, конечно, у меня плохой уровень, но все же подаю надежду. На этот раз подающая надежды Софья своему оппоненту уступила. Понятно, что именно Аким – фаворит городского чемпионата. Соперников немного, всего 16 человек на соревнования заявились. Но уровень неплохой. Турнир открытый и участвуют в нем не только представители кубанской столицы. Очень много сильных ребят приехало с разных городов. С Таганрога, с Новочеркаска, с города Майкоп, с Азова, с Ростова. Поэтому уровень чемпионата очень высокий. И вообще, в целом, в Краснодаре это направление очень сильно развито. И если не учитывать больших городов – Москву и Санкт-Петербург, я думаю, Краснодар в числе городов, которые очень сильно развивают. Кстати, именно наши российские фристайлеры задают тон на международных площадках. Вообще, по мнению организаторов, чемпионат нашей страны по уровню участников превосходит даже мировое первенство. Но для того, чтобы туда попасть, нужно сначала удачно выступить здесь. Затем попытаться стать сильнейшим в Южном федеральном округе. Потом чемпионат России. Скорее всего, туда в очередной раз поедет уже упоминавшийся Аким Ковалев, который на этом городском чемпионате стал вторым. Первое место занял майкопчанин Руслан Шаталов. Михаил Самолов, Геннадий Шапошников, Кубань-24, Краснодар. Сейчас мы ненадолго прервемся, но впереди вас ждет много интересного. Так что оставайтесь с нами. Впереди, например, у нас будет эксклюзивное интервью с Газинским игроком футбольного клуба «Краснодар». Вот увидимся на этом же самом месте через 2 минуты. Не переключайтесь ни в коем случае. В эфире телеканала «Кубань-24». Несмотря ни на что, по-прежнему Константин Перминов и Мария Фолькова. И по-прежнему мы продолжаем подводить итоги уходящей спортивной недели. Правда, осталось у нас совсем немного времени, но на самое важное и на самое интересное, я думаю, хватит. Начнем и с важного, и с интересного. Самый успешный кубанский кикбоксер, чемпион мира Анатолий Моисеев, выиграл свой очередной бой в Москве на турнире W5. Он встретился с украинцем Евгением Куровским. Интересно, что соперники раньше вместе тренировались. То есть Куровской был спарринг-партнером Моисеева. И Моисеев сам не раз отмечал, что проигрывал он вот такую неофициальную дуэль, что это очень серьезный соперник. И вот наш кикбоксер использовал шанс взять уже официальный реванш за вот это вот неофициальное поражение в спарринге. Ну, конечно, в Москву Моисеева мы проводили, но решили вам побольше рассказать об этом спортсмене. Краснодарский аэропорт с кикбоксеру из Крымска Анатолию Моисееву знаком хорошо. Здесь чемпион мира бывает часто. Вот с этой спортивной сумкой кикбоксер вернулся сюда две недели назад из Дубая, прилетел тогда с победой, сейчас же, за ней же и отсюда же улетает. А первую свою викторию Моисеев добыл пять лет назад в Азов-Сити. В дебютном поединке он победил ростовчанина Виталия Сороку. Эмоции были непередаваемые, вспоминает Анатолий. Только вот сожалеет о том, что испытывал подобные эмоции потом редко. В боях-то он выигрывал, причем во всех. А вот выступать получалось не так часто, как хотелось бы. За пять лет всего десять встреч. Я проводил очень редко бои, потому что меня никто не знал. Не было предложений. Вот сейчас только пошли так, что каждый месяц почти у меня бой есть. Но на данный момент мне спокойнее, мне как-то увереннее себя чувствую, когда подряд они идут. Спокойствие, говорит Моисеев, обычно к нему приходит только после боя. До он волнуется. Самый большой стресс, вспоминает кикбоксер, он испытал в последнем бою. Было из-за чего волноваться. Место проведения одна из крупнейших арен мира, самый престижный турнир планеты Глори и опытный соперник из Германии Макс Баумард с 19 профбоями. Итог победы Моисеева нокаутом всего за 38 секунд. Для меня была большая радость, что я вообще попал на этот турнир и то, что я так дебютировал в нем, что показал менеджерам этой промоутерской компании то, что я могу, я достоин выступать там. Я был очень рад, прям счастлив был от того, как я выступил, потому что и соперник был нелегкий, я настраивался на тяжелый бой. Хоть бой в итоге и получился легким, но требования на тренировках Анатолий к себе не снижает, говорит тренер Владимир Бурцев. Наоборот, по словам специалиста, его ученик очень трудолюбивый и тренируется усерднее всех в зале. Но помимо этого, Моисеев обладает человеческими качествами, которые облегчают работу с зале. Он за отношение хорошее, как тренер-ученик, тренер-спортсмен. А это только бывает тогда, когда люди взаимодействуют в порядке. Если, например, живут, как кошка с собакой, мне кажется, работы не получится, вы сами понимаете. Во-первых, нашел контакт какой-то, доверительный контакт друг к другу. Это первое. Только тогда можно возможно работать. Во-вторых, Анатолий хорошее качество, он очень трудолюбивый, скромный. Нет такого пафоса, выпячивания, как вот знаете, если много спортсменов показали. Ну вот это я больше всего ценю. После боя в Москве Моисееве брать паузу не планирует. Поединки расписаны на три месяца вперед. Имен соперников спортсмен, правда, пока не называет, но главную задачу в своей карьере озвучивает. Это завоевание пояса организации «Глории» в легком весе. Конкуренция там сейчас очень высокая, а очередь из топовых претендентов длинная. В неких боксер из Крымска пока в самом конце, но это только пока, говорит Анатолий. Асланбек Бадаев, Михаил Власенко, Кубань, 24, Краснодар. Ну а теперь настало время, наверное, для самого интересного. А мы сейчас с вами попрощаемся, но от экранов, пожалуйста, не отходите. Впереди рубрика «Герои недели через минуту». Вы увидите большое интервью полузащитника футбольного клуба Краснодара Юрия Газинского. Всю эту неделю он рассказывал нам о себе, о своей жизни футбольной, о своей жизни личной. Так что смотрите. Сказав через минуту, я думаю, что Маша немножечко вам наврала, через несколько секунд, вот такой вот мы увидели эту спортивную неделю. Согласитесь, интересная она выдалась, но практически завершена. Так что с понедельника начинаем писать новую историю, открываем новые страницы. Если у вас есть предположения по поводу наших тем, героев наших спортивных недель, то, пожалуйста, пишите, звоните. Пароль и явки сейчас на ваших экранах. Пока. Пока. На самом деле, если честно, не захожу вообще на эти трансфер-маркты. Я не смотрю там на свою стоимость. Это на самом деле не так важно. Нужно приносить на пользу команде в первую очередь и пластика футболиста вместе с командой. Прогрессировать. Секретов никаких нет. Я выкладывался на каждой тренировке, в каждом матче. И, как сказал ранее, стараюсь максимально принести пользу команде. Футбол привела мне мама в возрасте 6 лет. И я занимался с ребятами взрослее меня на 2 года. И на самом деле не так много детских школ, куда можно пойти заниматься. Занимался с ребятами со старшими. Но после 4 лет я стал заниматься с ровесниками, со своими. Вроде все шел хорошо. Скажем, поддавал надежды. И потом возможность появилась перейти в дублирующий состав главной команды смены. Это единственная команда, выступающая во второй лиге. Я позанимался дублей. После чего предложил главный тренер команды поехать на сборы и попробовать свои силы с главной командой. Съездил на первый сбор. И, скажем так, все. По-тихоньку постепенно закрутилось. И остался в главной команде. Четыре года играл во второй лиге в Комсомольске. Ну и, конечно, хотелось расти как футболисту, именно пойти на повышение. И повесил вариант с Владивостокским мячом. И тут, как бы, думать долго не пришлось. Я опять поехал на просмотр. Посмотрели мне и дали руководство согласия, то, что ставят мне в команде. Ну и, наверное, это был толчок в моей жизни, где я почувствовал, скажем, что такое первый дивизион. Конечно, уровень намного на порядок выше, чем вторая лига. И, конечно, после двух хороших лет и команда вылетела во вторую лигу, ну, опять же, хотелось прогрессировать, на месте не стоять и хотел развиваться дальше. Поэтому нужно было ехать, оставаться в первом дивизионе. Несколько варианты были в первой лиге, и один из вариантов был торпеда московская. Куда, в принципе, с каждым совпало, наверное, звезды так, что у меня девушка в Москве живет. На тот момент мы были не в отношениях, но все же Москва, играть в Москве и жить в этом же городе, конечно, это было, наверное, для меня в первую очередь. И я пошел в московскую торпеду, понимал, что это Москва, и постоянно приезжают лиционеры смотреть на команду. Год отыграл в торпеду, и спустя год я оказался в замечательном городе, в замечательном клубе Краснодар. Я ставил всегда высокие цели и задачи, и для меня была одной задачей – упасть в премьер-лигу. Конечно, когда плюс такая возможность, эмоции тяжело, так это все эмоции на виду, поэтому я старался максимально сконцентрироваться, чтобы ни о чем другом не думать, нужна была задача закрепиться именно в команде. Во всем разница – обращение с мячом, мышление, скорость, даже передача мяча, ну, то есть это такие вроде нюансы, но они сказываются. Я достаточно долго не мог привыкнуть к скоростям премьер-лиги, когда я даже уже прошел сборы с Краснодаром, все равно мне было тяжело какое-то время. Спустя 2-3 месяца я уже стал, ну, скажем, чувствовать себя более комфортно. Вот, наверное, первый матч мой против «Зенита». В самом первом матче, когда мне, конечно, штаб доверил местность на составе, вот это, конечно, для меня было, наверное, ну, в меру того, что я еще, наверное, выполнял не ту работу, которую надо было, а через все много, может быть, передвигался в поле, поэтому мне уже в начале 2-3, скажем, почувствовал недомогание, было тяжело. Десять, тем более, такие соперники такой серьезные, плюс ребята, которые играют в «Зените», это куда-нибудь не везде сборник. Поэтому, конечно, наверное, ну, на данный момент это был самый сложный матч в футболисте. Конкуренция, в первую очередь, рос футболистка. Не будет конкуренции, не будет футболист расти, да, любой спортсмен. Вот, и согласен с вами, да, в центре поля очень квалифицированный футболист, ну, в принципе, на любой другой позиции. Ну, я опять же повторю, то, что мое дело тренироваться, работать, а принимает тренерский штат в решении, скажем, играет сильнее, и главного тренера ведь не будет. Не было такого, скажем, там, именно из всего мира, да, футболистов, такого как бы не было, что там я кому-то, скажем, дал предпочтение. Нравились просто интересные футболисты, креативные, которые, ну, как, наверное, как и у всех, много забивали и были на виду. Ну, это, наверное, для каждого молодого футболиста, который особо не вникает в свои практические действия и так далее. Просто человек, скажем, постоянно на виду, и о нем все говорят, естественно, ты думаешь, это мой кумир. Вот, и в России тоже как бы не было команд, где бы я сказал, там, это команда, за которую я болею, это команда, которая мне очень нравится. Не было такого, чтобы я, скажем, там, сказал, тот, например, футболист для меня, там, кумир. Сейчас, я скажу, да, мне симпатизирует игра Андреа Сен-Есте, но пускай-то я футболист, он играет не на той позиции, на которой играю я, но все же мне очень нравится, как человек видит поле, как я с мячом, в первую очередь. Так как я сам люблю зачастую быть мячом, поэтому, может быть, разные, да, позиции, но все же он мне очень симпатизирует. Начинал я вообще нападающим. Я был невысокого роста, это уже, скажем, я в 10-м, в 11-м классе, достаточно, ну, и вырос, а то, вот, роста, который сейчас у меня есть. Вот, а во второй лиге я играл, начальник нападающим сыграл, а потом стал играть атакующего полузащитника, инсайдер. А уже перейдя в первую лигу, Сергей Александрович Павлов разводил мне опорного полузащитника. В принципе, наверное, если бы играл бы я на позиции атакующего, может быть, и не достиг бы тех успехов, которые достиг, играя на позиции опорного полузащитника. Зачастую, да, это, наверное, больше, скажем, ты носишь рояль, нежели на нем играешь. Ты больше участвуешь в подыгрышах для СИЗУ и СССР, для защитниками, нападающими, где ты отдаешь мячи людям, которые, наверное, больше играют вперед, больше придумывают. Что касается первого дивизиона, да, это больше футбол такой борьбы, скажем, есть, конечно, ребята, которые думают, но зачастую это больше бойцовские качества, атлетизм. Ну, то есть, все, кто, ребята, в первой лиге думают, у них себе предоставляется шанс в премьер-лиге играть. Я как раз переходил с первой лиги, и, конечно, хотелось остаться в премьер-лиге. На тот момент это был футбольный клуб Кубань, но не оставили в клубе. И на тот момент, да, конечно, какой-то остаток остался, и было обидно, и, может, больно, да, то, что не получилось. На сегодняшний момент я никак и не жалею. Конечно, на матч приходят сюда больше болельщиков, в первую очередь, чем на все остальные матчи. Для клубов это принципиальная игра, и каждый пытается доказать то, что именно в Ковстаре эта команда сильнее. И скрывать, наверное, не будет то, что, ну, все, наверное, лидеры понимают, то, что на сегодняшний день, наверное, пока все же больше поддерживают Кубань. Но я думаю, что это дело времени, и со временем, наверное, придет то, что все-таки народ будет больше полезен в Ковстаре. Я все-таки надеюсь на то, что я смогу дебютирую в сборной. Два раза уже езжу туда, ну, пока не удалось дебютировать. Ну, прикладываю все усилия, сейчас вот травма там немного выбила из коленей. Но для этого еще все время я буду работать, максимально прикладывать. То есть все, что помогу, и, конечно, будет зависеть от тренерского стаба много. Так, если вспомнить, то такие серьезные травмы, это вот пока одна из... Какие-то микротравмы, наверное, в наше время в футболе меньше всех. Но так вот я выбил на месяц уже, да, тренируюсь. Ну, это... Ту-ту-ту пока, скажем. Она мне зачастую больше может предложить, но нет, она не навязывает никогда мне ничего. Я сам принимаю решение, ну, куда-то, на что-то, в какие-то моменты, может, не сказать, что это не так, это не то, может быть так. Но если я почитал, что я денусь, как почитал, нужен я, то будет так, как сказал я. Показа детей нету, к сожалению. Я думаю, время-то, вот. Но, опять же, еще нужно много раз подумать, так как я понимаю, насколько это сложный из спорта. И нужно подумать, как будет приносить ребенок. Если он сам захочет этого, я не буду наставить, захочет, я, конечно, его отдам. Но, все-таки, конечно, хотелось бы, чтобы он пошел на стопан, и там уже время покажет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!